Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни Кроссфитом сейчас уже никого не удивишь Любой фитнес-клуб с удовольствием выдаст вам профессионального тренера И обеспечит непростую тренировку А вот ребята, организовавшие зимнюю полосу препятствий «Сила Духа» Решили масштабно проверить подготовленность любителей этого новомодного направления 28 февраля в спортивном комплексе «Семен Оленинский» Состоялось первое в своем роде соревнование «Сила Духа» для универсальных спортсменов Участникам предоставилась возможность проявить спортивный дух Показать себя во всей красе и преодолеть сложнейшую полосу препятствий Командные соревнования были приближены к популярному сейчас направлению кроссфит Сама полоса препятствий, зимняя полоса препятствий У нас была как-то ассоциируемая с соревнованием типа кроссфита Но только командного Когда людям необходимо было проходить испытания, о которых они не знали заранее Которые проявляли их разные физические возможности Как координация, так и быстрота, так и ловкость На дистанции в один километр командам-участникам, а в каждой было по шесть человек Необходимо было преодолеть 11 испытаний Например, проползти под 11-метровым препятствием по-пластунски Всей командой пройти по бревну спиной вперед, держа руки друг у друга на плечах Собрать башню из 19 автомобильных покрышек Перелезть через трехметровую стену Подтянуться на перекладине, закрепленной в руках участников Ни много ни мало, 35 раз Пробежать по дороге, состоящей из автомобильных покрышек Мы продолжаем кантовать любимую покрышку Пять раз, пять раз девчонок освобождают от этого занятия Все делают только парни Давай третий разочек Запоминаю, покрышку можно кантовать в любую сторону Главное, в пределах той зоны, которая очерчена на этапе Словом, воображение организаторов явно было в ударе Ну а физическая подготовка спортсменов, если и почему-то вызывала у кого-то сомнения То после кантования тракторной покрышки весом более 200 килограммов И буксировки Нивы-Шевроле на 20 метров Сомнения эти окончательно развеялись А участники необычного мероприятия были возведены в роль богатырей русских Для большинства это, конечно, кантование было покрышки Все-таки физическая сила там такая была серьезная приложена Бёрпи было очень сложно сделать именно синхронно и правильно То есть шесть человек должны были синхронно, держась за канат маленький Делать упражнение бёрпи, то есть они должны были упасть на землю Полностью коснуться там грудью земли И выпрыгнуть все вместе синхронно, руки подняв над головой Собственно говоря, даже 15-разовое повторение было непростым Удивительно, но не только мужчины, но и представительница Славова Казалось бы, пола с удовольствием покоряли полосу препятствий В каждой команде было по две девушки Несмотря на то, что проходили соревнования не в самое лучшее время года для нашей полосы Организаторам получилось сделать уникальное, новое, яркое, интересное спортивное состязание в нашем городе Все остались более чем довольны, получили массу эмоций, кучу впечатлений И готовы покорять новые препятствия И с нетерпением ждут следующих соревнований, которые, по словам организаторов, непременно состоятся и пройдут летом Так что есть еще время потянуть собственную спортивную форму и проверить, насколько она велика сила духа Рязанцы не перестают пополнять копилки спортивных наград Отличились наши ребята на чемпионате мира по палеотлону Удивительным и очень приятным является и тот факт, что прошли данные соревнования в нашем регионе В городе Сасово прошел зимний чемпионат мира по палеотлонам Три дня на спортивных площадках города за наградой в зимнем троеборе сражались палеотлонисты из 15 государств мира В соревнованиях участвовали представители России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Таджикистана, Туркмении, Турции, Шри-Ланки, Судана, Конго и даже Кении Скептики недоумевают, чемпионат мира и в Сасове, в Международном союзе палеотлона скептические сомнения быстро развеяли Для Рязани это действительно в области палеотлона историческое событие Потому что в 2004 году Рязань принимала чемпионат мира по летнему палеотлону, сама столица А для такого районного города, как Сасово, это достаточно серьезное событие В городе Сасово сейчас сконцентрированы спортивные сооружения высокого уровня, которые включены в всероссийский реестр Поэтому это и позволило провести соревнования чемпионат мира Искренне порадовало присутствие многочисленных зрителей на трибунах во время открытия чемпионата Пришли школьники, ветераны и городская общественность Масштаб соревнований подчеркивала не только иностранная речь спортсменов и таблички с названиями государств участников чемпионата Но и синхронный перевод выступления официальных лиц, звучавший на английском языке Российская команда убедительно всем доказала, что сегодня она лидер мирового палеотлона Мастер спорта России международного класса, двукратный чемпион мира Обладатель Кубка мира, четырехкратный чемпион России Рязанец Денис Шелкопля стал двукратным чемпионом мира по зимнему палеотлону Местная спортсменка Дарья Васькина заняла четвертое место В нашем регионе этот вид спорта развит достаточно широко Занимается большое количество детей Есть отделение детско-юношеских спортивных школ В городе Рязани есть отделение палеотлона Ну и штаб-квартира, как и всероссийская и частично международная Тоже здесь находится у нас в Рязани Зимний палеотлон включает лыжные гонки Стрельбу из пневматического оружия и силовую гимнастику Палеотлон объединяет в себе разные испытания А комплекс ГТО, который сейчас активно внедряется в нашей стране Тесно связан с этим видом спорта Спортсмены, которые выбирают палеотлон Всегда будут сильными, выносливыми и меткими Ну и конечно, принимать соревнования такого уровня Великая честь для Рязанской области И немного, а пожалуй, все же не совсем в обычном виде спорта Точнее, немного о холодном оружии Метание ножей в последнее время набирает все большую популярность Среди любителей меткости, концентрации внимания и самообладания Как попасть в цели и об эмоциях тех, кто уже попал в следующем сюжете Развитие такой дисциплины, как метание ножей в России Началось сравнительно недавно Выделившись из спортивных соревнований по универсальному бою Это комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий Метание ножей в определенную цель, стрельбу и рукопашный бой В результате проводимых соревнований было отмечено Что многие спортсмены, метая нож, не попадают в цель Благодаря чему уходят на штрафной круг и теряют драгоценное время Когда проходили полосу препятствий, многие не попадали Ножом метают нож или просто так кинут, не надеются даже, что они попадут Бегут и возвращаются на штрафной круг И чтобы это все развивать, естественно, нужно было проводить, массово проводить именно метание ножей И от этого, вот с этого момента, стали выделять То есть проходит универсальный бой основной И выделять дисциплину, как метание ножей По универсальному бою Россия занимает лидирующие позиции среди других стран Есть и в нашем регионе великие спортсмены, которые продолжают влиять на то, чтобы метание ножей все-таки выделилось в отдельный вид спорта Галина Чувина, уроженка города Сасова, Рязанская область Многократная чемпионка мира по спортивному метанию ножей в версии универсального боя Неоднократно она выезжала за границу, где тоже занимала призовые места Вот она как раз и дала толчок для образования в Рязани, в Рязанской области Именно спортивную метание ножей, как виды спорта, но как общественной организации То есть мы зарегистрировали, с помощью нее зарегистрировали, стали развивать И вот она тоже, конечно, сейчас нам тоже помогает Продолжают добрые традиции чемпионки и воспитанники этого спортивного клуба Кстати, по метанию ножей он единственный в регионе Дмитрий Михеев, его участник 19 марта этого года привез с крупного турнира в Москве Свою очередную награду, заняв третье место среди лучших спортсменов страны Это соревнования были посвящены памяти Дмитрия Разумовского То есть, который в Беслане защитил там ценой собственной жизни детей Они уже много лет проводятся, на них даже люди из Самары приезжают Вот, там участвовали несколько чемпионов мира, России, бывших То есть, участники были довольно сильными Дмитрий занимается метанием ножей в течение года И за это время уже добился серьезных результатов Сейчас он вице-президент Рязанской Федерации метания ножа К слову сказать, в Рязани также ежегодно проходит несколько серьезных соревнований Некоторые из них имеют международный размах Как говорят тренеры, этот вид спорта может освоить каждый в кратчайшие сроки в любом возрасте Например, эта девочка Кира Нинахова состоит в клубе не больше месяца Попробовав метать нож и специально приспособленный топор Она сделала свой выбор в пользу метания топора На тренировке она ходит со своим дядей Говорит, что родители поддерживают ее увлечение Мне очень сильно нравится Что тебе нравится? Мне особенно нравится метать топоры Почему? Не знаю, мне просто очень нравится еще А они тяжелые как вообще? Один тяжелый, один легкий Получается? Да, получается Как юные, так и взрослые спортсмены, отрабатывающие метание ножа по цели, получают определенный результат Занимаясь этим видом спорта, человек воспитывает в себе такие качества, как целеустремленность, самообладание, контроль, волевые качества А также сам по себе способ метания ножа – это сложное координационное действие, которое связано непосредственно с высшей нервной деятельностью Так что, приходя в спортзал и занимаясь метанием ножа или топора в определенную цель, люди разгружаются, снимают избыточное напряжение, стресс и раскрывают свои индивидуальные качества Ведь метание ножа – это не только физическое действие, это боевое искусство В этом спортивном клубе проходят регулярные семинары по самообороне, по психологии и обращению с оружием Планируются семинары по дыханию, здоровому образу жизни Каждая тренировка имеет свой план и начинается с обучения техники безопасности метания ножа Затем спортсмены уже начинают отрабатывать броски Есть разные стили метания – спортивный, свободный, безоборотный И для того, чтобы попасть в цель, нужно соблюдать некоторые правила Например, дистанцию до цели По спортивному метанию ножа – это 3, 5, 7, 9 метров При американском или спортивном стиле метания ножа Нож выпускается таким образом, что каждые 2 метра он делает оборот Плюс 1 метр на замах Бросок привязан к конкретным дистанциям Поэтому этот стиль спортивный Характеризуется мощным броском и довольно точным броском Есть другой стиль – свободный Когда мы бросаем не от фиксированных дистанций на полу, а от чувства глазомера Есть еще безоборотное метание Это когда нож выпускается таким интересным способом, что летит практически не вращаясь Так можно метать нож очень длинных дистанций, но страдает сила броска и точность И несмотря на то, что спортсмены работают с настоящим оружием В этом спортивном клубе не было ни одной ситуации, связанной с какими-либо ранениями Все ножи специально подготовлены и заточены именно для отработки бросков Сами спортсмены планируют и дальше принимать участие в различных турнирах И развивать этот вид спорта в городе и в стране У России очень большие шансы, потому что многие спортсмены, особенно там Самара, Питерский, Московский Они уже давно ездят на чемпионаты Европы, России и занимают там призовые места, первые места Если бы у нас это стало спортом, возможно мы бы вообще с первых мест не уходили, подвинули всю Европу и Америку Все действия спортсменов направлены на то, чтобы метание ножей со временем стало олимпийским видом спорта Наравне со стрельбой из лука и пистолета И тогда, считают спортсмены, метатели ножей точно смогут принести стране медали в этом виде спорта В России есть непобедимые, непревзойденные чемпионы и рекордсмены Например, Седышев из Самары, Галина Чувина из Рязани Понимаете, это все наши А чем, по сути, отличается метание ножа от стрельбы из лука или из пистолета? Все очень похоже Просто в свое время была проведена какая-то работа И теперь это официально зарегистрированные олимпийские виды спорта Если провести эту работу, а она ведется То и будет еще одна медаль в копилку нашей сборной, я уверен И на сегодня это все Будьте спортивными и здоровыми И пусть всегда у вас открывается второе дыхание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова